Собрание по вопросам и проблемам КВН в Приднестровье Сегодня мы хотели обсудить проблемы КВН в Приднестровье, а также создание федерации КВН в Приднестровье Сегодня присутствуют представители около 15 команд, которые смогут высказаться, проголосовать И послушать о том, что предлагает нам сегодня присутствующие Так что я хотел бы, чтобы она была немножечко такая у нас, не мёртвая такая обстановочка Для того, чтобы мы сумели не только обсудить, но и поговорить, и какие-то темы поднимать сразу же вместе И каждый из нас, чтобы высказал свою точку зрения по той проблеме, которую мы вчера с вами обсудили Сами же вот мы собирались и обсуждали, какие у нас проблемы, какие вопросы у нас есть в Приднестровском КВН Для того, чтобы создать ту же Лигу и для чего она нам нужна Чтобы мы послушали также представителей Верховного Совета Для того, чтобы нам тоже рассказали, почему, как, что, зачем это нужно Хочу поздравить со всеми праздниками, которые прошли Новый год, Рождественские праздники, Крещения И надеюсь, что вот новый и Верховный Совет, и новые силы, которые мы за 10 дней с вами собрали Позволят нам в этом году достичь как никогда успехов, результатов И на каком-то новом уровне вести и работу по воспитанию молодёжи, и молодёжную политику И в том числе развитие КВНского движения в Приднестровье Это направление мне всегда очень нравилось, и я всегда готов помогать развитию КВН в Приднестровье Но очень тяжело этим заниматься, когда нет идейных людей, которые всегда днём и ночью готовы отвечать на твои телефонные звонки и содействовать Либо это Верховный Совет, либо это администрация университета и другие заинтересованные структуры и организации Моя идея создать Лигу Приднестровского КВН, где её бы учредителями был и президент нашей республики, и председатель Верховного Чтобы на высшем уровне поддерживалось КВН-направление в Приднестровье Сердце крови обливается, когда на КВН по ОРТС смотришь, когда поддерживают губернаторы КВНовское движение, КВНовские команды Финансируют их выезды и их пребывание там Я считаю, что сегодня несколько молодых людей, которые не всё равно, что происходит в республике Не всё, что происходит в КВН-направлении в республике Только благодаря личной целеустремлённости, личным целям, задачам, которые они перед собой поставили На такой уровень вывели в Приднестровскую команду КВН Да, признаю, что не все понимают одинаково ваше выступление Не все понимают ваше выступление команды КВН, ребят из Приднестровья на ОРТ, на Кубке стран СНГ По-разному эта информация и преподносится некоторыми людьми, и воспринимается Но и моё мнение, что это большой прорыв, и мы должны как можно больше приглашать команд КВН, молодёжь, как в нашу республику Чтобы они здесь участвовали в наших мероприятиях Так и самим выезжать на всевозможные конкурсы, всевозможные кубки Я считаю, что если сегодня невозможно на политическом уровне перед Министерством, Верховные Советы признать Приднестровскую Молдавскую Республику Мы должны её признавать на уровне молодёжи, на уровне участия приднестровских ребят в различных мероприятиях И КВН движения, и молодёжных слётов, фестиваля в России Я вижу новых представителей Верховного Совета, и надеюсь, что сейчас совместно получится создать, что сегодня необходимо Концепция развития КВН движения Приднестровской Молдавской Республики Где в рамках концепции будут прописаны интересы и задачи перед Министерством Просвещения Моё мнение, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и другие ведомства тоже могут в какой-то степени Министерство промышленности, экономики, Министерство иностранных дел, которые содействуют в выезде команд, в представлении команд на международной арене Должны каждый понемногу носить свою лепту в развитии КВН движения На сегодня данной концепции нет, но благодаря вашему единому взаимодействию и, с другой стороны, взаимодействию министерств и Министерств с Верховным Советом Позволит и разработать грамотную концепцию, и при поддержке депутатов, президента нашей республики Конечно, хотелось бы мне, чтобы концепция принята была в ближайшее время А вы сами понимаете, под такие программы можно получить финансирование на определенный этап развития КВН движения Вы тоже, пожалуйста, способствуйте тому, какие будут шутки, о чем вы будете выступать И чтобы между вами тоже не было ни раздрая, ни брани, ни ссоры, а вы выступали одним движением Вот такое одно движение, целое движение, объединенную массу молодежи Я готов и буду всех привлекать совместными усилиями Будем стараться выдвигать на достойный уровень развития в республике И стараться искать финансирование для развития КВН движения и направления команд на международное участие Прежде всего, хотелось бы обсудить саму идею создания независимой федерации Зачем она нужна? Все наверняка задаются этим вопросом, сидящие в этом зале Я думаю, на мой личный взгляд, как КВН-чика, что перед каждым человеком, перед каждой командой должна быть какая-то цель И мне кажется, что поддержка в лице Верховного Совета, в лице... Если вот наша проблема будет подниматься и обсуждаться уже на уровне государства То мы можем достичь чего-то большего Саша, а в чем конкретно должна выражаться поддержка? Прежде всего, поддержка должна выражаться, на мой взгляд Ну, первая основная проблема, как бы, все мы люди, все мы все понимаем Первая основная проблема – это финансирование У каждой КВНовской команды есть расходы Форма, сценарии и тому подобное Реквизит, те же выезды, затраты на дорогу, на проживание, на питание, если говорить о международных выездах На данный момент эти вопросы у нас, как бы, среди КВН-чиков часто обсуждаются И с этим очень сложно В основном все проходит на личном энтузиазме Давайте зададимся вопросом Что мы хотим? Мы хотим федерацию, еще одну лигу Что она должна из себя представлять? Я так понимаю, если это лига, то в ней должны быть расписаны игры, правильно? Как у нас в КВН, отборочные, полуфиналы, финалы и так дальше Лига предполагает определенное членство, следовательно, за членство нужно платить Мы в курсе, да, вы общались с ребятами, которые участвуют в Украине, в России Они платят за то, чтобы участвовать в данной игре Нет, платят только в официально зарегистрированных, в Амите А в неофициальных игр, там определенные взросы Вот давайте на фоне всех вот этих высказываний Четко сформулируем, что мы хотим Мы хотим еще одну лигу Уважаемые товарищи КВН, когда мы ввели еще одну игру в сезон Вы все пищали, что вам некогда учиться Будет еще одна лига, в которой тоже нужно будет играть Вы не будете играть в лиге университета Вы перейдете в другую лигу Либо это будет нечто другое Это будет организация, которая будет спонсировать ваши выезды Работу редакторов И брать еще ряд на себя различных функций Для организации фестивальных видов Куда, как сказал наш уважаемый коллег из министерства Можно будет приглашать команды из других стран, других вузов и так далее Вот давайте как-то компетизировать свои мысли А не растекаться по древу Давайте коснемся вопроса На мой взгляд, очень важного Почему мы зациклились на Приднестровском государственном университете Я понимаю, что очень серьезная лига Что в принципе сейчас у многих в Приднестровье Понятие КВН складывается только с госуниверситетом Но еще частично с северной лигой в город Рыбница Которые тоже активно принимают участие Это, кстати, тоже в игру Да, но я опять же говорю Которые, ну и они у себя проводят Ну и филиалы, да, приезжают ребята, участвуют в лиге Но у нас помимо университета, извините, есть и другие учебные заведения А здесь присутствуют другие учебные заведения? В общем, вот даже нашего Кубка Днестра Да, как бы, ну, то есть у нас тоже открытый фестиваль КВН Но, вы знаете, почему-то у нас наши техникумы Ну, то есть организации с ПОНПО Не очень активно прям стремятся участвовать Как бы в этом всем деле Потому что, во-первых, мы на них появлять не можем Как представители госадминистрации Потому что они республиканского подчинения Но и они, вы знаете, так Не-не-нет, у нас команды нет У нас сессии, у нас все остальные Это все понятно Конкретно, что будет представлять предложенная вами в лигах И кто в ней будет участвовать? Изначально, для того, чтобы в ней были участники Нужно со стороны Верховного Совета Со стороны Министерства просвещения Государственных администраций в городах-районах Усилить работу директоров тех же школ Управление народного образования подключить к этому Заместители директоров по воспитательной работе В организациях СПОНПО Чтобы люди знали, что есть такая лига Чтобы, может быть, появились люди И как-то, если в этой лиге будут Ну, возможности какого-то, скажем так Ну, финансовой поддержки Чтобы были какие-то специалисты, люди Пускай это будет один-два человека в городе Или в районе Которые будут заниматься работой у себя на местах По подготовке команд Элементарно, просто, ребята, вам сказать Что это, как и почему Потому что в университете у нас знают, что такое КВМ Его давно играет, его любят И вот к нему стремятся У техников у нас сейчас есть большая проблема Подозреваю, что в университете На углу медиканов точно так же происходит Когда команда выступает плохо Ну, как сказать плохо Кому-то не понравилось Об этом обязательно кто-то придет и скажет Скажут, а почему ваша команда сказала то-то Почему ваша команда выступила так-то А если у команды, вернее, если у учебного заведения команды нет То вопросов не возникает То есть у завучей по воспитательной работе выбор простейший Нет команды, нет вопросов А надо, чтобы были вопросы, если нет команды Вот тогда будет КВМ развиваться В принципе, о движении КВМ И о том, как его популяризировать у нас в республике Если создается лига какая-то По сути, если в эту лигу Вот как я себе это понимаю Будут привлекаться, допустим, команды Которые из других стран То есть Украина, из Белоруссии Которые будут сюда приезжать Вот И эта лига может быть впоследствии Где-то общаться в средствах массовой информации Активной и тому подобное То интерес к самому КВМ В принципе, у нас в республике И со стороны более молодого поколения Даже школьного возраста уже возрастет Накануне этой конференции Я буквально побывал и у председателя Верховного Совета Рассказал о том, что есть такая инициатива И Анатолий Владимирович Каминский Очень заинтересовался этим направлением Сегодня у нас был организационный сбор комитета Где я тоже поднял этот вопрос И комитет меня делегировал Для участия в этой конференции Поэтому я выскажу несколько, скажем так Основополагающих базовых моментов На которых, мне кажется, в первую очередь Надо сконцентрироваться По большому счету, конечно, детали важны И дьявол всегда прячется в деталях И мы как-то незаметно перешли в режим Какого-то рабочего совещания Где, ну, начинают рассматриваться Какие-то, ну, аспекты во взаимодействии Команд там внутри университета За пределами университета А вот есть одна лига Вот создается другая федерация Кого-то пригласили, кого-то не пригласили Но при всей важности этого всего Я предлагаю обратить внимание на следующее Нас удовлетворяет сегодняшний уровень КВНов в Приднестрове Не удовлетворяет Соответственно, первый мотив, почему здесь собрались Он уже очевиден, но он на поверхности Не удовлетворяет А почему он не удовлетворяет? Он не удовлетворяет из-за того, что у нас нет талантливой молодежи Или из-за того, что эту молодежь пытаются зажать В рамке цензуры какой-то Или, может быть, нас это не удовлетворяет Потому что на команды пытаются административным методом давить Если кому-то из наших великих чиновников не понравились шутки Меня этот вопрос вообще удивляет Когда я смотрю частушки с Путиным и Медведевым На Новый год, где они в мультиплицированном виде представлены И там не волнует Путина с Медведевым, что таким образом шутят И я более чем уверен, что это даже при прямом благословлении С их стороны это делается Потому что через юмор, через шутки над самим собой Зачастую можно добиться гораздо большего успеха Чем тебя будут восхвалять Говорить, как ты велик, как ты прекрасен Как мы тебя все любим И прочее, и прочее Почему в России, почему в той же Украине И не к ночи в упомянутой Молдове Все эти технологии давно ушли вперед А мы пытаемся, значит, топтаться на тех технологиях Которые были на заре перестройки В середине 80-х годов в Советском Союзе И пытаемся КВН превратить в какое-то административное мероприятие Для отчета перед вышестоящими инстанциями У нас вот в учебном заведении есть команды КВН Собрались, похвалили кого надо В зале по сигналу посмеялись, разошлись Всем было хорошо А вот там было плохо, там шутка была неудачная Затронули кого-то из руководителей А ну-ка давайте-ка их вызовем на ковер И разберемся, как смели они так пошутить Вот в чем проблема-то И я не знаю, какая была создана лига в прошлом году И, как сказать, не могу ни отрицательного, ни позитивного сказать о ней Потому что не в курсе Я так понимаю, что многие здесь присутствующих не были в курсе о том Что есть эта лига КВН независимая Но сама идея концептуальна Создание либо ассоциации, либо федерации независимого КВН Она очень актуальна Потому что КВН надо с одной стороны найти механизмы для его поддержки А с другой стороны вывести его из-под административного давления Иначе он просто не будет развиваться Это же очевидная вещь Я по самой технологии хочу сказать Что если это принципиально воспринимается Значит надо принимать решения об учреждении Определяться, скажем так С какими-то руководящими органами Регистрироваться, создавать рабочую группу Выстраивать план работы и т.д. и т.п. Если нет внутренней к этому еще готовности Значит нужно возвращаться в реалии дня И продолжать жить в рамках тех реалий, которые есть сегодня Кто за учреждения Федерации КВН Кеднестровья Прошу проголосовать Кто за? Кто против? Воздержавшиеся? Один воздержался Что-то долго спорят Пожалуйста, при такой наследие Что один воздержался И таким образом Абсолютным большинством Мы приняли решение Об учреждении Федерации КВН Кеднестровья Независимые В любой ситуации Должны работать с юборных органами У которых будут определенные полномочия Которым делегируют участники Учредители данной федерации Будут права и обязанности Соответственно Функционал Он делится В зависимости От того, какое направление Данный пеперный орган будет осуществлять Искать спонсора Проорганизовывать КВН Ну и тому подобное Значит, какие будут предложения Во-первых Чтобы функционировала федерация В нее должен быть президент И на общественнице Будем представить Свою лидературу Дмитрию Часоину Значит, Дмитрий Ильич Уже упомянул Что он был первым В свое время В КВН Человеком, учредившим Создавшим молодежную структуру Работая в определенных органах Он курировал молодежную политику В нашей республике И, собственно говоря Результатом огромной деятельности Учрежденная Да, вот такая замечательная организация Как ММК Прорыв Которая выросла в партию Правильно? Мы о деятельности данной организации знаем Кроме того, Дмитрий Ильич Очень творческий человек У меня однократно был членом Жюри на КВН И, собственно говоря Зарекомендовал себя Как вообще человек Который понимает теории На данный момент Он имеет, ну скажем так Влажные полномочия И к тому же авторитет И, собственно говоря Обширные связи И, самое главное Громадный опыт Который поможет ему На данной должности Осуществлять деятельность Ассоциации Или Федерации Так, чтобы она была Не мыльным пузырем А действительно Действенной структурой Есть ли вопросы По кандидатуре? Нет Нет Значит, кто за? Просим Против Воздержавшиеся Двое воздержавшиеся Как такое на отметке Пожалуйста Таким образом Поздравляем И, конечно же Давайте поаплодируем Президент Аплодируем И, конечно же Аплодируем И, конечно же Вестеринской федерации КВН